Привет, меня зовут Ваня, давай нарисуем маму. Я рисую свою маму, ты рисуешь свою маму или вообще нарисуем маму. Скоро 8 марта, хочется что-то нарисовать. И я давно не рисовал портретов мам, пап, своих дочек, сыновей и всех остальных. Ты на канале Рыбакит, рисуй со мной на инстаграмовой части. Сейчас я рисую овальчик, я рисую масляной пастелью, только масляной пастелью. Мама у меня вот такая, я рисую портрет мамы, это ее голова. Я ее рисую, голову такую, вот такой овал, такой овал. И здесь я рисую сразу два глаза, два глаза, тоже два овала. Остальное я закрашу вот этим кусочком пастели. Пастель я это называю телесный цвет, он такой светлый, светло-желто-бежевый, кремовый. Вот такая мама. И сразу я ей нарисую уши. Я думаю, ты знаешь, что у мамы есть уши. И можно сразу нарисовать нос, но его будет не видно. Но все-таки наметить надо. Нос. Рисуем маму. Кто пришел, тот знает, что мы рисуем маму. Рисуем маму. Мама у нас суперская, красивая. Из-за этого я возьму такой, немножко покоричневый такой. Сейчас я его найду, вот такой коричневый. И хочу как раз коричневым нарисовать нос. Рисуем нос таким темно-коричневым. Ну, не темно-коричневым, а таким светло-коричневым-желтым. Вот так вот ушки подводим. Так, подбородок. И вот уже мама получается здоровская. Ротик нарисуем ей алый. А пока до ротика далеко. Теперь мы будем прическу рисовать. Вот уже мы голову нарисовали, прическу. Теперь самое главное посмотреть на маму. Какого цвета у нее волосы. Я нарисую своей маме оранжевые волосы. И прическу тоже попытаюсь повторить. Такое, какая у нее. И я рисую длинные волосы сверху вниз. И они даже закрывают уши. И ты скажешь, а зачем же мы тогда уши рисовали? Я тебе скажу, что оно полезно рисовать того, чего нет. Потому что они все равно будут немножко проглядывать. Вот здесь, например, видно, что проглядывает ушко. И его видно. А здесь челка. Не видно одно ушко за челкой. И рисуем или оранжевым, или коричневым. А у меня цвет будет суперский. Он будет простой. Я думаю, тебе он понравится. Потому что я возьму и оранжевый, и коричневый. Вот у меня сломался мелок. Если сломался мелок в пастели, не беда. Потому что можно продолжать рисовать и кусочками. Совершенно ничего не испортится. А теперь я возьму темно-коричневый. И буду рисовать темные волосы. Получается очень здорово. Вообще не бывает, наверное, людей с оранжевыми волосами. А бывают какие-то коричнево-рыжие, красновато-коричневые. И я рисую красновато-коричневые волосы. Очень здорово. Сразу же нарисую бровки. Здесь бровки. И отлично получилось. Глаза будут у меня зеленые у мамы. Зелененьким взял. Зелененьким глаза кружочки нарисовал. Это называется радужки. Они у меня зеленые, яркие. Черненьким нарисуем зрачки. Зрачки маме нарисуем. И нарисуем вот это вот сверху бровки. Бровки мы уже нарисовали, а реснички. А реснички нужно нарисовать очень-очень красивые. Рисуй много-много резничек. Потому что у мамы много резничек. И они очень всегда красивые. Такие нарисовал. Хо-хо-хо. Теперь будем рисовать рот. Дошли до рта и рот. Нужно нарисовать губки. Нарисуем улыбочку. И вниз. Это нижняя губа. А верхняя губа вот так идет. Сюда. И она улыбается. Вот так. Здорово. Розовым нарисуем щечки. Щечки мама очень-очень розовощекая. Потому что она гуляла с сыночком. И стала такая розовощекая. Можно взять еще чуть-чуть покоричневатый. Покоричневее маркера пастель. И нарисовать еще потемнее волосики. Самое интересное, мне кажется, рисование портрета. Это рисование и передача волосиков. Как их можно показать. Как они выглядят. Как они рисуются. Так что не останавливайся на волосиках. И продолжай их рисовать. Здесь можно заколочки. Здесь можно и шею нарисовать. Шею. Шею. Грудку. И нарисую ей тогда уже и кофточку. Кофточка сюда идет. Сюда. И она у меня зеленая. И мама совсем супер. В зеленой кофточке. В зеленой кофточке наша мама. Рисую. Радуйся. Я думаю, можно нарисовать и сердечек. Если ты хочешь подарить этот рисунок или картину, то постарайся нарисовать маму похожей. Выбери цвета футболочки, такой, какой у нее есть. Выбери цвета глаз, такие, какие у твоей мамы есть. Выбери цвет волос, такой, какой у твоей мамы есть. И я думаю, что маме понравится, если ты рядышком нарисуешь корону, рядышком с головой. Может быть, не на голове, может быть, рядышком. Это будет здоровски, суперски. Принцессы мамы. 8 марта на носу хочется что-то нарисовать. И, возможно, очень просто нарисовать портрет мамы. Папу советую посмотреть. Нарисовать будет супер. Два портрета. И вы нарисуете, и сын нарисует. И это будет здорово. И точка, если нарисует, тоже. Ну, что-то такое простое. И я старался сегодня упростить. Но сделать просто. Можно еще коричневым, я понимаю, две дырочки сделать. Хоп, хоп. Так совсем будет похоже. У мамы бывают разные. Но все они здоровски. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что рисуете со мной. Если вы что-то нарисовали, то обязательно поделитесь в сторис. Это поможет развитию канала Рыбакит Пап Рисует. Ну, и на YouTube заглядывайте. Там всегда что-то есть новенькое. Сейчас я буду рисовать другими материалами. Сегодня я рисую и гуашью, и акварелью, и всем остальным. Так что не уходите. Через минуту вернусь. Редактор субтитров. Продолжение следует...